В летний период времени, учитывая хорошие погодные условия, на улицах города Чебоксары стало появляться все больше несанкционированной торговли. Представители администрации Московского района города Чебоксары провели проверку торговых точек на нарушения, а именно на торговлю в неположенных местах. Для легальной торговли необходимо узаконить место и внести схему размещения, заключить договор с городом или с горком имуществом, сообщает Ваврентьев Артем, заведующий сектором торговли администрации Московского района. На сегодня мы объехали три адреса. По результатам данного мероприятия составлено три протокола по статье 17 закон Чебоксары по административным правонарушениям, который нам говорит о том, что размещение любой торговой точки вне схемы размещения, принятой Чебоксарским пиратским собранием депутатов, у нас запрещено. За этот год на правонарушителей только в Московском районе было составлено больше 140 протоколов, которые переданы административной комиссии. Ограничения, введенные из-за пандемии, лишили многих горожан рабочего места. Для некоторых подобная подработка – единственная возможность держаться на плаву. Возмущения продавцов связаны в основном с нехваткой выделенных для торговли мест. Каждый выживает как может. Если бы нам давали какую-то возможность, вот раньше можно было взять патент на торговлю. Вот люди арендовали, они арендуют. У нас больше здесь пиалки нигде арендовать нет. Я готова арендовать место на улице. Хотелось бы напомнить, что подобное нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 3 до 7 тысяч рублей и на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Татьяна Козлова, Дарья Петрова, Антон Небытов. Жизнь столицы. Татьяна Козлова, Дарья Петрова, Антон Небытов. Жизнь столицы.